всем привет это в курсе дела на загородном и с вами я денис владимирович всем привет это в курсе дела на загородном и с вами как всегда я денис владимирович тема сегодняшнего выпуска здоровый образ жизни пора наконец-то и нам поговорить об этом все что вы знали и не знали но в начале то без чего не обходится ни один наш выпуск смотрите в курсе дела чтобы быть в курсе дела здоровый образ жизни такой прям прям такой здоровенный такой как кабан нет как лось какие-то у кого как фантазия работает я не знаю просто короче здоровенный как образ жизни и сегодня выпуски h2o формула здоровья выбираем фильтры для очистки воды в загородном доме добавь перца сажаем овощи ждем всходов свое мыло ароматное хобби многие думают что они приобщаться к здоровому образу жизни если откажутся от вредных привычек на самом деле это лишь начало движения в правильном направлении тут надо учитывать разные факторы и питание и физические нагрузки и состояние окружающей среды ведь все что нас окружает тоже влияет на наше с вами здоровье и первое что необходимо сделать пить как можно больше воды желательно чистый или не нужно вас предупреждать что она должна быть чистой давайте сделаем первый шаг здоровью пойдем и выберем фильтр для очистки воды в свой загородный дом врачи советуют пить два три литра воды в день и по-моему все таки надо предупреждать что она должна быть чистой что такое жизнь за городом лес речка свежий воздух чистая вода вот только чистая ли вопрос отнюдь не риторический и все же став хозяином частного дома не спешите бежать в магазин за фильтрами подбор системы водоподготовки процесс не быстрый хотите чтобы в доме была идеальная питьевая вода тогда вам придется предпринять несколько важных шагов шаг 1 если у вас новый только что построенный дом определитесь откуда будете брать воду источники могут быть разные скважина колодец это может быть родник водоем можно чистить воду с разных источников шаг 2 берем пробу воды из источника и отдаем на анализ в любую аккредитованную лабораторию там выяснят с какими загрязнителями мы имеем дело от этого будут зависеть комплектация размеры и и стоимость вашей системы водоподготовки а какие загрязнители встречаются чаще всего это марганец железо это органические примеси и бактериологические загрязнители человек может самостоятельно по анализу воды подобрать себе систему очистки но за качество воды он отвечает также самостоятельно и это третий шаг на время вам придется стать химиком разобраться с фильтрующими компонентами и собрать на своем участке мини завод по производству чистой воды но есть и более простой способ обратиться в специализированную компанию в этом случае вы получаете сервисную поддержку и гарантию на воду по договору шаг 4 независимо от того кто будет заниматься подбором фильтров для вашего дома надо подготовить для них место это котельная отдельный хозблок рядышком необходимо канализация так как фильтры самопромывные второй момент фильтры автоматически необходимо также электричество иметь в этом помещении помещение должно быть отапливаемая хотя бы плюс 5 градусов к соблюдению температурного режима надо подходить ответственно ведь при низкой температуре баллонной системы водоподготовки может разорвать а вот размеры хозяйственного блока зависят от количества загрязнителей в источнике и лучше если это помещение находится вне дома когда фильтр будет выходить на промывку да что какой-то шум и вибрация будет происходить если вы все сделали правильно награда будет драгоценной а точнее кристально чистой вести или не вести здоровый образ жизни решать только вам главное помнить что нельзя сделать все и сразу переехать в экологически чистый район избавиться от вредных привычек заняться спортом естественно все эти задачи нужно решать постепенно но и вечно откладывать на понедельник не стоит тем более что к некоторым нововведениям привыкать придется долго трудно отказаться от любимой пищи и начать питаться правильно представляете оказывается все жареное вредное диетологи советуют перейти на такие продукты как овсянка творог овощи а вот и второй шаг к здоровью давайте выращивать свои овощи свои то они повкуснее будут чем покупные и так сажаем овощи сегодня по плану перец сегодня мы поговорим о выращивании перцев здравствуйте мои дорогие перец это культура которую наверняка уважает каждый садовод и несадовод даже те кто у кого нет дачи и вот на примере вот этого растения я вам покажу как правильно посеять перчики что для этого нужно сделать сначала мы берем вот такую вот небольшую пластмассовую крышечку в нее кладем марлечку эту марлечку мы увлажняем то есть наливаем сюда водички семена как правило нужно сначала замочить потому что семена у перца очень плотные и если мы их не замочим предварительно воде то они у нас очень долго будут сходить примерно 30 дней если вот так замочить а если еще добавить к водичке какие-нибудь микроэлементы то у вас перчики зайдут через пять дней а теперь мы берем вот такой стаканчик куда мы будем высаживать перчик перчик обязательно нужно высаживать сразу на постоянное место в какую-то одну емкость объясняю почему потому что перец эта культура которая не любит пересадки если повредить корневую систему то он но скорее всего погибнет у вас а если вы возьмете вот такое с дренажом видите дренажное отверстие делаете обязательно чтобы водичка втекала потом вы берете вот такую вот земельку земля специально которая называется для томатов и перцев есть такая земля которая продается вот уплотняете потом слегка поливаем эту землю земля должна быть не сильно переувлажненной затем мы берем вот эти семена и по одному сажаем в каждую емкость если у нас 5 то есть вот мы в центр и вот так вот пальчиком заглубляем немножко а сверху чуть-чуть насыпаем обычные сухой земельки и чего это делается для того чтобы не было испарение и чтобы ваш ваша семена все время были по влажном состоянии до тех пор пока они не взойдут потом мы ставим вот в такой целлофановый пакетик можно даже на какое-то время его вот так вот закрыть и ставим в теплое место где-то дней через пять если вы намачивали у вас вот эти все семена проклюнутся удачи вам выращивание перчиков приятного аппетита и до новых встреч мы постоянно слышим все что вкусно не полезно хотя люди которые давно ведут здоровый образ жизни утверждают обратное привычка великая вещь но видимо дело здесь не только в еде а именно в образе жизни из чего следует что придется менять именно его установить новый распорядок дня пойти в тренажерный зал стать активнее энергичнее а в результате изменится все и круг общения и взгляда на жизнь и даже увлечение это как раз еще один шаг правильному образу жизни ведь любое интересное занятие делает человека счастливым а значит здоровым прямо сейчас в этом и убедимся представляем вам новое красивое ароматное хобби мыло варенье мыло с ароматом арабуза так помылся что аж наелся сегодня я покажу вам как легко в домашних условиях можно научиться варить мыло есть несколько способов мыло варенья и один из них самый простой мы сегодня с вами освоим это мыло из глицериновой основы нам понадобится глицериновая мыльная основа различные сухоцветы это может быть лаванда перечная мята календула василек и так далее пластиковые формочки либо силиконовые формочки для того чтобы придать нашему мылу уникальный аромат нам пригодятся эфирные масла или ароматизаторы также если хотите вы придать вашему мылу какой-то уникальный цвет можно использовать красители по желанию большим преимуществом мыло ручной работы является то что дополнительно его можно обогатить базовым растительным маслом сегодня мы будем использовать масло виноградной косточки она придаст дополнительное питание и увлажнение нашей коже для начала нам необходимо расплавить нашу мыльную основу мы это будем делать в микроволновой печи 100 грамм мыльной основы расплавится микроволновки примерно за одну минуту и так наша мыльная основа расплавилась и мы приступаем к изготовлению нашего мыла одним из самых популярных сортов мыловарений является лавандовое мыло и я также очень люблю лаванду и предлагаю вам сегодня сделать это мыло вместе со мной наливаем расплавленную мыльную основу стаканчик осторожно она может быть горячей понадобится буквально одна щепоточка сухой лаванды традиционным цветом для лавандового мыла является синяя или фиолетовая попробуем сделать мыло красиво фиолетового цвета конечно для того чтобы наше мыло имело вкусный аромат лаванды а также обладала некоторыми свойствами мы добавляем 15 капель эфирного масла лаванды и как и обещала наш волшебный кусочек мыло будет обладать еще увлажняющими свойствами для этого мы добавим у него буквально пол ложечки масло виноградной косточки размешиваем перелить все это в нашу заранее подготовленную формочку если на вашем мыле образовались пузырьки их необходимо сбрызнуть спиртом мыло будет застывать около 20 минут а что получится мы узнаем с вами чуть чуть попозже прошло около 30 минут и кажется наше мыло уже застыло окончательно да она твердая не нужно торопиться дать ему застыть пробуем наше мыло получилось довольно красивым но чтобы оно было еще красивее мы покроем его тоненьким тоненьким слоем перламутра мы берем кисточку и окунаем ее в перламутр и аккуратненько раскрашиваем наше мыло как вы поняли процесс изготовления мыла не такой уж и сложный и каждый из вас может сделать полезное и красивое мыло которое будет украшать вашу ванну ну вот и все на сегодня надеюсь я хоть чуть-чуть но заставил вас задуматься о вашем образе жизни а следующий выпуск нашей программы ровно через неделю на канале загородный с вами был как всегда я денис владимирович смотрите и будьте в курсе дела желаю вам крепкого здоровья такого здорового здоровья от всей души вот досюда